Ранним утром в понедельник все, кому не спалось, смогли полюбоваться полным лунным затмением. Мало того, затмение совпало с так называемым суперлунием – максимальным приближением Луны к Земле. Окраска Луны изменилась ярко-желтой до кровавой, и любители страшилок про конец света тут же напророчили апокалипсис. Якобы после кровавой Луны на Землю упадет гигантский метеорит, после чего наступит 7 лет скорби. К счастью, без метеорита все же обошлось, и конец света благополучно вновь обошел стороной. А вот странные неприятные события этой ночью все же произошли. Так в ночь с воскресенья на понедельник неизвестное снесли на Шереметьевском кладбище 70 нагробий, повыдергивали кресты. У отца повален памятник лежит. Многие памятники очень разбиты, особенно вдоль гаражей с той стороны. В день затмения Луны здесь уже такое было. 10 лет назад также валяли памятники, разбивали. Вот по стороне, где забор этот железный, там по два памятника свалены. И по той стороне, вдоль гаражей, там надо смотреть. Мы еще там не были, но там, говорят, тоже повалены. Никакой системы полицейские в действиях вандалов не обнаружили. Памятники принадлежали людям разных полов, возрастов и национальностей. На данный момент проходит расследование случившегося. Кладбище не оборудовано камерами, что осложняет работу полицейских. Разыскиваются очевидцы. По факту осквернения памятников на кладбище сотрудниками рязанской полиции проводится проверка. Полицейские ведут активные поиски лиц, причастных к преступлению. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить в полицию по телефону 02. Не обошлась без происшествия и следующей ночи неизвестный злоумышленник сломал молодые деревья на улице Семинарской. Причины такого геройского поступка пока неизвестны, но аналогия напрашивается сама собой. В июне 19-летний рязанец, напившись и поругавшись с девушкой, уничтожил 16 молодых либ у торгового центра «Премьер». Тогда в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. В общем, непонятно, то ли луна, то ли осень, то ли просто люди злые и уже не знают, в какое еще неприглядное русло направить свою энергию.